Очки. Одно окно в девять регионов. Еженедельная аналитическая передача. Вместе разобьем регион, сельское хозяйство, политику и экономику. Сохраним культуру и спорт. Откроем одно окно в девять регионов. Некоторые считают, что настоящий патриотизм противоречит космополитизму. Но это ошибка. Каждый настоящий патриот – космополит. Так же, как любой разумный космополит – патриот. Дональд Туск. Согласно которой, простые граждане будут решать, как лучше потратить один миллион лари. В Второй мировой войне, по официальным данным, участвовали 750 тысяч военных из Грузии. Почти половина из них не вернулась на родину. Они сражались за мир в Европе и за поражение нацистской Германии вместе с союзниками – советскими, военными и американскими. Вы увидите репортаж, который мы сняли в Бельгии специально для наших зрителей. Сюжет рассказывает о нормандской битве и американских военах, которые погибли за мир в Европе и в том числе за мир в Советском Союзе. Я нахожусь примерно в 80 километрах от Брюсселя, в Вардене, на кладбище американских солдат. В кадре вы видите примерно 6 тысяч крестов, что соответствует количеству похороненных солдат на территории. Следует отметить, что полтора тысячи из них не идентифицированы. Каждый год в Вардене собираются ветераны, члены их семей, представители НАТО, представители правительства разных стран, чтобы еще раз выразить благодарность и уважение перед солдатами, которые, отдав свою жизнь, внесли огромный вклад в восстановление мира в Европе. 6 июня 1944 года. Начало битвы при Нормандии. Этот день принято считать началом поражения нацистской Германии силами Второго фронта. В рядах союзников несколько тысяч американских солдат. Айзак Куртис Филлипс – один из них, пехотинец 1-го батальона. Да, да, да. Ветераны Второй мировой войны пришли сюда, чтобы вспомнить своих американских соратников, павших на поле боя. Я 14 месяцев служил, из них 6 месяцев воевал. Нас было всего 11 человек в секции. К линии фронта присоединились в октябре 1944 года. Мы носили английскую униформу. Вооружение тоже было английское. Я помню, 8 мая, день, когда мы узнали, что война закончилась. Это был легендарный момент. Нормандская операция против нацистской Германии закончилась 25 августа 1944 года. В ней участвовали военные коалиционных сил из стран Европы, США, СССР. Историк рассказывает хронологию одной из самых кровопролитных битв. Второй фронт в Италии открылся гораздо раньше, но реальность показывала, что было обязательно концентрация сил во Франции. Операция в Нормандии имела большой логистический и военный масштаб, поэтому она планировалась несколько месяцев. Битвы оказались слишком кровопролитными. Но в конце июля войска союзников вырвались вперед. Нацистская Германия отступила назад. Тем не менее, к сентябрю 1944 года они вновь контролировали Нидерланды. Борьба, которая в значительной степени способствовала победе войск коалиции, закончилась большими жертвами. Американские солдаты сыграли важную роль в истории европейского континента. Эти слова звучали лейтмотивом речи каждого, кто выступал в тот день. В этом году на кладбище в Орден съехались высокопоставленные лица и политики со всего мира. К ветеранам и их семьям обратился и посол США Бельгии. Мы не можем забыть те жертвы, которые понесла Америка во Второй мировой войне, чтобы принести в Европу демократию и свободу. И это не только акт памяти. Мы должны учиться на примерах прошлого, чтобы не повторять подобные ошибки в будущем. Мы не хотим. У нас нет права, чтобы американцы снова вернулись сюда. Мы должны сохранить мир. Если сможем сохранить свободу и мир здесь, то так же будет и в Америке. 75-я годовщина дня высадки коалиционных войск в Нормандии, вошедшая в историю, как D-Day, завершена. Но счетчик этой важнейшей в мировой истории даты не отключен. Он отчитывает дни на специальной платформе. До 76-й годовщины осталось 336 дней. На прошлой неделе мы еще раз убедились в том, что мы все должны знать историю очень хорошо. Президент России представил свою версию, лишенную всяческих фактов, о периоде нахождения Абхазии и Самачаблов в составе Трузии. Я намерена не буду повторять лживую информацию, которая еще раз подчеркивает отношения Путина к нашей стране. Это говорит о том, что при введении эмбарга Путин руководствовался не любовью к Грузии, как он объяснил, а на самом деле им двигал мотив завоевателя. В то время как президент России писал в Москве ложную историю Грузии, Абхазии и Самачаблов, президент Евросоюза в Батуми говорил с нами о патриотизме на грузинском языке цитатами из ВАЖа. Некоторые считают, что настоящий патриотизм противоречит космополитизму, но это ошибка. Каждый настоящий патриот – космополит, так же, как любой разумный космополит – патриот. Цитату из ВАЖа Пшавелла на саммите Восточного партнерства в Батуми привел президент Евросоюза. Дональд Пуск, выступая с приветственной речью, обратился к грузинскому народу и призвал к единству. Когда я говорю «Грузия», я подразумеваю гордость. Когда я говорю «Грузия», я подразумеваю свободу. Когда я говорю «Грузия», я подразумеваю храбрость. Вы достигли невозможного. Вы объединились вокруг одной цели, несмотря на различия. Вы строите свободную и независимую Грузию. Вы увидели весь народ и весь мир. Я обращаюсь к вам. Не позволяйте никому разделить вас. На международной конференции, которая проходила в Батуми, глава Евросоюза вспомнил заявление президента России от 2005 года, в котором Путин назвал развал Советского Союза большой ошибкой. Я хочу сегодня громко заявить с этой трибуны, что развал Советского Союза был очень большим положительным явлением для Грузии, для Польши, для стран Центральной и Восточной Европы и, уверен, для самой России. Оккупация и бедность. По мнению премьер-министра Грузии, это главные вызовы, стоящие сегодня перед страной. Он говорил об этом в своей приветственной речи на форуме Восточного партнерства. По его словам, задача властей – улучшить условия жизни людей, живущих на оккупированных территориях. Мы должны осознать, что не только Грузия должна воспротивиться этому. Это наша европейская задача. Мы должны связать друг с другом семьи, разделенные оккупационной линией. У важности сохранения поддержки со стороны Евросоюза говорят и в оппозиции. Они считают, что главное сейчас сделать так, чтобы власть не создала кризис. В первую очередь я подразумеваю сегодняшнюю власть Грузии, которая ограничивает демократическое пространство и создает проблемы с точки зрения демократии. Мы должны исключить опасности для европейского будущего Грузии. Мы увидели, что со стороны Европы есть поддержка в нашей стране, и сейчас идет целенаправленная работа в этом направлении. То, что наши партнеры следят за событиями в Грузии и об этом говорят с властями, это очень важно для демократической будущей трансформации. На конференции «Европейский путь в Грузию» выступила также президент Грузии. Соломез Робешвили говорила об истории страны, о важности уделения нового партнерского курса и о вступлении в Евросоюз. Он выступил также председатель парламента. В своей речи он привел цитату из Сулханса Баурбельяне. 300 лет назад один из общественных деятелей Грузии, Сулханса Баурбельяне, постучал в дверь Европы. Он мечтал защитить суверенитет Грузии, ее независимость. Поэтому он попросил Европу о финансовой и политической поддержке для спасения страны. Но спустя 300 лет этот путь еще не пройден. 16-я пощелкаю конференция и в этот раз прошла в Ботове. О том, насколько важно проводить в регионе такие масштабные конференции, подчеркнул и Турнике Режвадзе. Ботуми стал местом проведения международных конференций и бизнес-встреч. Наш успех подтверждается получением международных призов. Это еще раз подтверждает то, что у нас общие ценности, общая перспектива. Мы должны продолжить уже достигнутые достижения. Конференция «Европейский путь Грузии» посвящена 10-летнему пребыванию Грузии в программе «Восточное партнерство». Министр иностранных дел отметил, что главные достижения на этом пути – это безвизовый режим, это соглашение о зоне свободной, глубокой и всеобъемлющей торговли и присоединение к энерготовариществу. Учитывая результаты, которые у нас есть, Грузия повсеместно признана как ведущая страна, как лидер среди стран Восточного партнерства. Это ассоциированное соглашение, это соглашение о свободной торговой зоне, это членство в энерготовариществе и объединение других форматов, которые были введены только для Грузии. Это диалог о безопасности, диалог на высшем уровне между Грузией и Еврокомиссией, дорожная карта, которую Грузия разработала и которая определяет наши будущие инициативы. Конференция шла два дня, в ее рамках прошли девять сессий. Делегаты изучили вопросы безопасности Черного моря и гибридные вызовы. Модель Восточного партнерства была создана в 2009 году между Евросоюзом и шестью странами Восточной Европы. Его цель – ускоренная политическая и экономическая поддержка стран Восточной Европы и Евросоюзом. Государство владеет несколькими гектарами сельскохозяйственных и несельскохозяйственных земель, природными ресурсами и недвижимостью. И долгие годы все не передает их местному самоуправлению. Муниципалитеты не могут использовать их для экономической деятельности. Для усиления экономики в городах и селах и для создания рабочих мест государство должно передать это имущество. Начни реформу. Скажи «да» децентрализации. Настало время самоуправления. Сильная медиа помогает увидеть правду и заметить ложь. Информация – это оружие. Действия этого оружия мы наблюдаем каждый день. Особенно там, где высокий процент просмотра российских телеканалов. Русскоязычной пропаганде мы противопоставили информацию на этом же языке, которая объективно, непредвзято, свободна от любого воздействия, и необходима для Грузии, чтобы сократить российское влияние на регионы, где проживают этнические меньшинства. ТОК-ТВ при поддержке Open Media Hub пригласил бывшего продюсера и редактора телеканала CBS, бывшего замглавного редактора телеканала France 2, руководителя проекта французского телевидения, Жиль Атреннелла. Жиль помог нам разработать стратегию телеканала. Продюсер и редактор телеканала CBS, бывший заместитель главного редактора телеканала France 2, руководитель проектов французского телевидения, Жиль Атреннелл, при поддержке Open Media Hub посетил ТОК-ТВ. Эксперт поделился своим опытом и рассказал команде ТОК-ТВ о диверсификации ресурсов и бизнес-планировании. В рамках менторинг-сессии, учитывая приоритеты телеканала, будет подготовлен план действий. Он будет основан на том, чтобы подавать важную информацию для этнических меньшинств, проживающих в регионах Грузии, и озвучить их потребности. ТОК-ТВ – новая организация. Пока как и ребенок, который должен вырасти. ТОК-ТВ нужно распределить стратегические цели и понять, какие главные задачи надо осуществить, чтобы добиться их. Важно превратить эти стратегические цели в тактические. Это нужно, чтобы небольшие медиа стали более эффективными. Моя поддержка ТОК-ТВ выражается в том, что мы попробуем использовать все возможности, которые есть у этого телевидения, чтобы помочь вам развиться. Кстати, всегда очень важно, когда сторонние эксперты наблюдают за тобой, учат на месте, то есть, когда на месте работают вместе с тобой и определяют, что тебе нужно и какие вызовы перед тобой стоят. В рамках этой встречи и тренинга мы решаем, как выйти на нашу целевую аудиторию в Санкт-Петербурге. Мы учимся, как на основе этого принципа запланировать последующее развитие ТОК-ТВ. План стратегии будет разработан в виде плана действий. Мы очень долго ждали эту встречу. Я очень рада, что наши партнеры, Open Media Hub, поддержали этот визит. И нас посетил очень опытный человек. Связь с ним и получение советов от него – очень большая роскошь для нас. Думаю, что те цели, которые мы поставили, вполне достижимы. Жиль обещал нам, что всегда будет с нами на связи дистанционно, и что мы вместе будем определять, что и как нам делать в будущем, или как бороться с рисками, которые могут появиться на пути достижения тех целей, которые мы себе поставили. В рамках визита Жиль с командой ТОК-ТВ посетил Санкт-Дживахетти. ТОК-ТВ – единственный в Грузии русскоязычный телеканал, который вещает в Санкт-Дживахетти. Это регион, в котором половина населения – этнические армяне. Около 80% из них не знают грузинского языка. Цель телеканала – составить конкуренцию российским медиа и предоставить местным жителям возможность получать информацию и смотреть развлекательные передачи. Под конец передачи расскажем вам об интересной инициативе. В ЗУКДИЗе работают над формированием бюджета за 2020 год. Впервые в этом процессе было решено напрямую включить граждан. В какой форме? Об этом смотрите репортаж телекомпании Одиши. В 2020 году жители ЗУКДИЗе смогут сами распоряжаться бюджетом и сами планировать приоритеты, касающиеся благоустройства своего района. Местный муниципалитет выделил для этого из бюджета 1 миллион лари. Информацию об этом органы местного самоуправления рассказали жителям, установив на центральном бульваре информационные стенды и раздав лаеры. Из бюджета 2020 года 1 миллион лари будет выделен для гражданского бюджета. Это означает, что жители ЗУКДИЗе смогут по своим желаниям и приоритетам запланировать меры по благоустройству своего района. Они могут рассчитывать на 200 тысяч лари из общего бюджета. Эти деньги пойдут и на благоустройство районов. Местные жители надеются, что гражданский бюджет будет адаптирован к их нужным и потребностям. Они также верят, что смогут принять активное участие в этом процессе. В первую очередь, это уборка. Я бы начала с этого. Второе – это развлекательные места для детей. Это развлекательные места для отдыха и детей. Потом можно подумать об остальном. Но вот эти две темы меня очень беспокоят. У нас тут три параллельные улицы. Наша улица Мираба-Кустава, где Типиси-Банк. Эта территория очень закрытана. Везде такая ситуация. У меня сердце разрывается, когда я вижу все это. Просто душа болит. Представить свой проект имеет право любой гражданин Грузии, который зарегистрирован в Зубдиве. Выделенный бюджет будет распределен по зонам. Сумма будет потрачена на финансирование проектов, которые предложат граждане. Наша базовая школа – 9 классов. Одного класса нет, четвертого. В трех классах по одному ученику. При таких условиях в школе останется 11-13 учеников, не больше. Одна из причин исчезновения городов и сел – слабое, безнадежное и бездействующее самоуправление. Начни реформу. Скажи «да» децентрализации. Настало время самоуправления. Эта информация о передаче «Очки» завершена. Заходите на нашу официальную страничку facebook.grc.j и пишите о темах, которые вас интересуют. Встретимся на следующей неделе. До свидания. Очки. Одно окно в девять регионов. Еженедельная аналитическая передача. Вместе разобьем регион, сельское хозяйство, политику и экономику. Сохраним культуру и спорт. Откроем одно окно в девять регионов. Продолжение следует.